Слово Всевышнему. Зажигаем свечку памяти погибших в этой безумной войне. Видите, как плохо зажигается. Я благодарна Богу за сегодняшний день. Благодарна Богу за избранный народ. У меня есть видение, что на конец веков Бог избрал себе Украину в дочке. Сын у него Израиль, а дочь это Украина. Я говорю с города Житомира. Начала говорить 29 мая. Меня зовут Лилия. Отец мой Петр. Фамилия наша Клинчук. Вчера мы пережили атаку. Житомир. И сегодня я отмечаю 9 месяцев. Как я говорю в прямом эфире. Я говорю от Бога. И видела эту войну 20 лет назад. Я сидела себе на кухне. А окна, окно с кухни выходит на север. И я увидела в духе нашествие севера. Север. В принципе, об этом в Библии сказано, что приведу с севера. Гог. Да? Об этом говорится в Эзекииле. Я хочу сказать, что Бог любит всех. У Него есть избранные, которые молятся. И Бог не слышит молитву за тех, кто творит беззаконно. Написано. Не молитесь мне за них. Я вас не услышу. Вчера как раз я говорил об этом. У меня очень приятная новость о том, как видят люди Бога. Образно говоря. На фронте. Руслан Человек Марина Свиниці зараз воює за Украину. Ось, що він хотів передати. Сергій поділився. Хочу надихнути молитвників словами знайомих солдатів та простих людей з усіх кінців війни. Воїни України свідчать. Ми відчуваємо вашу молитву підтримку. Іноді відбувається щось дійсно незрозуміле. Наче чия-то невидима рука реально відводить кулі та снаряди від нас. І вони пролітають повз нас. Ми виходимо переможцями з дуже складних ситуацій, ніби нас хтось супроводжує. Ми стаємо невидимими для ворога. Самі ж бачимо навіть у темряві. І знаємо, що нам робити і як це робити. Це надихає нас і надає сили. Віримо, що сам Господь Ісус за Україну. Просимо вас не зупинятись, підтримувати нас і молитися далі. Ми дуже потребуємо вас. Я дуже прошу передавати цю інформацію всім. Підтримайте людей в молитві своїх рідних, близьких. Бог захищає Україну. Саме тоді, коли була інформація, що буде війна з півночі з Україною, я мала завдання пройти по центральній вулиці. Від Бога мала завдання, щоб молитися проти ядерної війни. Я не розуміла в принципі тоді, я не можу зараз точно сказати, що та подія в дусі, що я бачила війну з півночі, співпадаю з тоді, коли я малилася проти ядерної війни. Я не розуміла небезпеки. Я створила цю молитву не само. Бог мене повів. І ви розумієте, якщо Бог мене повів цій молитві, то це пророцтво. Не будемо боятися ядерної бомби. Господь обіцяє нам, що цієї катастрофи не буде. Я в цьому переконана. Шукаємо Господа, любому життя і віримо в вічність на землі. Хочу подякувати Богові за все добро, що він робить для людей, для людства. Хочу подякувати Богові за кожну просту людину, яку він дуже любить, яку він надихає, яку він освічує. Кожний дав талант. Кожну людину робить різносторонньо. У будь-якої людини є декілька талантів. В нього вже немає тих, хто з одним талантом. Такі люди не виживають. Такі люди не виживають. Різносторонні люди, які цікавляться всім, можуть далі продовжувати життя. Бо це і є вічність. Готовим бути на будь-яку дію, на будь-яку небезпеку. Тому що ми живемо в світі витріальному і він крихкий. Я сьогодні вже не ховалася, коли у нас лунали сирени. Каюсь, каюсь, спокушувала Бога. Але хто знає, може віра була така. Хай Бог дає кожному розуміння. Хай Бог дає кожному розуміння. Хай Бог дає кожну душу. Я обращаюсь к русским. Бог вас любит. Бог вас действительно любит. Вы посчитали, що він любит вас більше всех? Пусть буде так. Пусть Бог любит більше всех русских. Потому що річ його русська. Тому що він грядущого царя дал розуміння. І говорити потрібно по-русски. Але це ж не повод, щоб ненавидеть всех остальних. Наоборот. Нужно благодарить Бога постоянно за це, за це избрання. Правда? Нужно становиться на колені і говорити, «Боже, спасибо, сокруши мене, щоб я не упал, щоб я не подвергся осуждению дьяволу». «Боже, дай Волю Твою нам. Волю Божью». А Волю Божью – самая благая, годная, совершенная. Волю Божью – це десять заповедей. «Не убей». Благочестие не служит для прибытка. Если вы называете себя верующими, так вы не должны стремиться к богатству. Нельзя богатиться. Кто говорит Слово Божие, не имеет права иметь бизнеса. Кто во власти тоже не имеет права иметь бизнес. Я уже говорила об этом. Все готовимся к воскрешению мертвых. Откладывайте десятую часть. Откладывайте. Будете выкупать своих родных. Начинаем откладывать. Через три с половиной года будут возвращаться родные. А десятая часть нужна. От всех своих доходов откладывайте десятую часть. Бог будет видеть сердца. Кто начнет эти деньги откладывать от своих доходов, десятую часть, тот и будет иметь спасение своих родных, за которых вы молитесь. Несмотря на все перипетии, Бог завершает спасение и Он воскрешает мертвых. Бог воскрешает мертвых. Это будет в 25-м году. Это однозначно. И Он видит наши сердца. Это не совершается по свечкам, какие вы поставили в православном храме. Это не совершается по тем молитвам, которые вы в записочках передавали в католическом храме. Это совершается потом, как будете выйти за Богом и как вы будете совершать это постоянно. Десятину откладывайте. Таким образом, Бог будет видеть, кто живет честно. Только честные смогут воскресить своих родных. Богатые тоже смогут, но надо точно посчитать свою десятину. Вот такая тайна открывается мне сейчас. Ну не сейчас, я откладываю десятины. Я тоже молюсь за воскрешение родных. И Бог мне открыл. Откладывай. Десятину. И рекомендую сейчас всем богатящимся считать точно, сколько они получают доходов. Четко. Потому что если вы будете обманывать Бога, вы ничего не достигнете. У вас есть родные, которые вы хотите воскресить. И откладывайте десятины. Богатым, я понимаю, наверное, это не так просто. Хотя бедным тоже. Ну, бедные, видно, по-другому используют эти деньги. А богатые будут отдавать эти деньги Богу. И если они будут лукавить, то будет суд, который описан в Евангелии. Когда два мужа и жена договорились обмануть Духа Божьего. И скрыли средства, за которые они продали свои имения от апостола. Они обманули Духа Святого и погибли. То есть те, которые будут лукавить и будут говорить, что они хотят воскресить своего родного мертвого, и будут обманывать, и будут обманывать о своих доходах, те подвергаются смерти. Вот такая тайна о воскрешении мертвых. Сегодня Бог мне повел. Я говорила, что я через девять месяцев должна, видно, что-то родить в духовном смысле. Вот такое откровение сегодняшнее. Моя проповедь 268 вроде, или 9, о том, что Бог делает на земле. Конечно, Он параллельно, видно, совершает это, уча людей разоружаться и воскрешая мертвых. Другого не дано, видно. Бог хочет, чтобы люди жили на земле. Я это уже говорю 9 месяцев. И сегодня открыла тайну о воскрешении мертвых. Еще раз повторяю, свечки не помогают в воскрешении мертвых в православном храме, если вы молитесь. У католиков какие-то обеты, я не знаю, что они там делают. Тоже записочки передают дальше, чтобы молиться за покойников. Может, это помогает. Но Бог оставляет на земле праведников, которые честно говорят о своих доходах. И те, кто покаятся, кто украл, десятину нужно отложить. Возможно, будут какие-то откровения личные, потому что кто украл, видно, по Ветхому Завету должен отдать в 7 раз. То есть, возможно, я не воровка, поэтому у меня такого откровения нету. Может, кто-то какому-то вору Бог откроет, как воскрешается его мертвое. В общем, ну вот, то украл должен отдать в 7 раз. То есть получается, что тут немножко усложняется задача. Ну, это я получаю в прямом эфире сейчас. Бог ведет меня. Потому что преступник не останется жить на земле. Раскаившийся, может быть, тот, который действительно пожертвует, ну, который любит родного. То есть, получается, за родную душу готов покаяться и признаться, что он украл и в 7 раз дать. Куда пойдут эти деньги? Я так понимаю, что вселенная большая. У нас есть люди, которые причастны будут к воскрешению мертвых. Тоже у нас тоже. То есть это не чудо. Это биологическое событие. Мне Бог показал, что у него такого раньше не было. Поэтому он начал всё заново. Первый мир погиб. И он начал творить человека с генетическим кодом. То есть благодаря этому реально воскрешение мертвых. То есть реально прийти тому же человеку только уже в новом теле. Благодаря генетике. Раньше такого Бога не было. Вот. Потому что он не думал, что люди настолько злые по природе получатся. Вот. Распространяйте информацию о воскрешении мертвых. Это учение. Я сейчас переименую видео. Потому что я в прямом эфире даже... Ну я иногда меняю сейчас название. Потому что я даже не знаю, о чем говорю. Вот. Ну Бог ведет меня просто в прямом эфире говорить. И это уже 9 месяцев. Я... Ну Бога всё не случайно. Он юморист. 9 месяцев это время вынашивания плода. Вот. И наконец-то плод рождается. Кроме этого, на могилу погибшего человека, которого я хочу воскресить, я вылила бутылочку вина красного и вынесла елей. Где-то 300 миллиграмм. Вот. Ну, в принципе, это как бы откровение было О женщине, которая... Которая вылила на голову Иисусу елей. 300 миллиграмм. На 300 динариев. Ну, в общем, вот такую сумму мне Бог открыл. Я покупала раньше за православном храме Московского патриархата. Елей не помог. Там нет богословений. Я вынуждена была покупать еще раз елей в Украинской православной церкви. И этот весь елей я постепенно в каком-то таком откровении личном выливала. Возила на кладбище. И вот таким образом я залила слезами могилу. Потом я тоже откладываю десятину. И собираю деньги тоже на... Как бы для воскрешения мертвых. Такие... Для распечатывания могилы. Для распечатывания могилы. И получается эти деньги были... Сейчас у меня уже распечатана могила. Они лежали возле фотографии человека, которую хочу воскресить. И я распечатываю... Ну, на дня, когда началась война, я распечатывала эту могилу таким образом. И даже вот моей маме могила сейчас странным образом как бы лопнула и она провалилась. Видно, по реке жизни гроб уже куда-то пошел. Моей мамы. Ну, у мамы мое особое помазание. Поэтому там нету такого приключения, как для других. И я благословляю сейчас моих родных, которых я люблю. Пусть Бог дает видение всем, кто любит жизнь и любит своих. Вот такие камешки я положила. Сначала на могилу в духовном плане даже вот с кровью. Как бы образ. Ну, там Бог сотворил такой вот... Ну, это просто божьи дела. У меня свечка такая была. Она вытекла на камушке, которые ее держали. И вот такой получилась как бы запеченная кровь по цвету. Эти камни лежали возле фотографии Мариночки Папласова, которую я хочу воскресить. И вот как бы кровь, потому что она погибла от удара. И кровь вытекла. Возле мамы я такого не держала. То есть у мамы не было потери крови. Ну, вот так Бог меня ведет. Это как бы ведение. Вот эти... Там собирались деньги. Я общаюсь с душами. Эти души живут у меня. Мы ждем тела. Вот сегодня папа должен ко мне приехать. И мне кажется, что он ощущает присутствие своей жены в моей квартире. Мамочки мои. Жизнь чудесна. Жизнь прекрасна. Несмотря на войну, я жду воскрешения мертвых. Запланировано на апрель месяц. Я уже об этом давно... Три с половиной года. То есть от гибели Марины Папласской должно пройти три с половиной года. Получается, этот год... 18 апреля. Такое уже откровение было. 1260 дней. Ну, написано, что блаженка, которая ждает 1335 дней. Я боюсь, что это затянется в связи с войной, с военными событиями. Вот. Но... Боюсь, что... Убийцам просто сокращается. Ну, потому что... Написано, если бы не сократились дни, то не спаслась бы никакая плоть. Вот. Такое вот. Ну, вот у меня было откровение, что якобы убийцы сначала умрут, потом будут воскрешения. Потом я каялась и говорила, что нет, наверное, будет наоборот. Что сначала будет воскрешение, потом убийцы будут осуждены за свои злодеяния. Ну, по природе мы такие люди, что мы хотим, да, чтобы их судить, да, этих трибуналов. Ну, хочется, чтобы Путин ответил за свои беззакония, правильно? И все его ставленники и все люди, которые идут на эту войну. Слава Богу за тех контрактников, которые в Белгороде просто сбунтовались, не захотели идти на войну. Слава Богу за них. Вот. Я благословляю России, чтобы они покаялись. Все. Потому что, ну, страшно жить. Ну, им же тоже, наверное, непонятно, что происходит, да. Кто так воюет. Со всей стороны окружить огромную страну. Огромную страну должны были захвачивать со всей страны. Ну, это же монету, чтобы так воевать. Да. Ну, вот видела эту войну 20 лет назад. Я не записала, к сожалению, даты. Я записала, и мне спалили эти информации. Да. Приказали в церкви моей, что якобы я ерекик, надо все сжечь. Сестра моя взяла и сожгла записи. Поэтому я не могу сейчас восстановить все в памяти. Но я видела это навалу. И самое интересное, север, а север у нас же в Житомире еще и Беларусь. То есть вообще не вкладывалось в голове, как это должно быть. Да. Готовимся к вечности. Да. Кстати, вот что я хотела сказать. Перед войной мне было слово. Бог говорит, я заключаю с вашей землей контракт на миллион. Всё. Вот такое прозвучало. Не знаю. А, грин? Или это не Бога было? Грин? И, в общем, я до сих пор не знаю, что это такое. У меня такое видение, что якобы миллионы людей, избранных Богом, будут забраны куда-то на какую-то планету. Я не знаю. Может, мы там будем работать, знаешь, как там что-то делать, учиться. Учиться и делать. Не знаю. Вот такое вот видение. И Бог будет открывать, кого Он избрал для этого дела. И кто будет перелетать на миллионы. Миллионы людей. Не знаю. А другое видение о том, что только миллионы несколько воскресеют. То есть кто не успеет, тот опознает. Такое ощущение. Может, я ошибаюсь. Всё правильно. Бог спрятался, а мы ищем. То есть нет такого, что вот пришёл человек и всё рассказал. Будьте богословенны. Э— Бэй богословенны. Аптом, трамяк.